приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегеты сегодня мы чтим вспоминаем святителя филиппа митрополита московского священномученика исповедника веры христовый он наш ходатай печальник пред господом конечно вот перед царем земным не очень получилось быть печальником за народ но он ходатай за народ пред царем небесным пред господом богом нашим святы священномученич святители филиппе моли бога о нас и вот братья и сестры по своему происхождению да он должен был конечно больше всего служить при дворе царя царя земного а царем был иван грозный и участь конечно многих служилых людей тех кто при дворе царском она оказывалась незавидны но в те времена братья и сестры трудно было всем и святитель филипп он в каком-то смысле вот он несет и общую участь да и в то же время он становится угодником божиим он божий человек он посвятил себя всецело церкви христовой и господь его благословил благословил его жизнь а теперь он на небесах и вот господь через него благословляя тех кто к нему обращается со своими молитвами вот братья и сестры мы сказали что он знатного рода а это род калычевых то есть святитель филипп его фамилия калычев и по древнему такому преданию вот как это хранится в бархатной книге вот была такая книга составлена в конце 17 века бархатная книга где записывались выше значит роды наших дворянских сословий и там вот сказано что род калычевых он восходит постепенно вот восходит к андрею кобыли от которого в том числе и род романовых происходит то есть несколько известных таких родов и считалось даже что если вот смотреть вглубь веков туда же вплоть там до 13 века когда вот калычева они восходят значит даже к пруссию происхождению из пруссии а там некогда жили именно славянские народы но как бы там ни было историки вот говорят что может быть там что-то есть легендарное но андрей кобыла это совершенно точно историческая личность его сын александр елка а потом уже его значит сын федор калыч и от него и как раз калычевы вот такие фамильные прозвища да там андрей кобыла александр елка они немножко такие вот непривычно на самом деле они очень близкие родные и понятны русскому человеку родился святитель филипп 11 февраля 1507 года и отец его степан иванович боярин степан иванович был видным сановником при великим князе василий третьем ну то есть отец иоанна грозного вот а мама будущего святого святителя филиппа его в крещении назвали феодор так вот его мама благочестивая варвара и впоследствии когда уже она осталась значит вдова да да и сын ушел в монастырь то она принимает иноческий постриг и получает имя варсонофии и даже она основывает в москве варсонофиевский монастырь при котором было кладбище для убогих странников там нищих и даже казненных вот в те времена казненных все конечно же вот сторонились да боялись как-то вот там их хоронить да и вот мама святого филиппа да инокине варсонофе она оказывала им такое почтение их телам телам казненных тем более что в ту эпоху очень много было невинно казненных и вот в этой удивительной семье благочестивой появляется на свет мальчик по имени феодор будущий святитель филипп и конечно с детства его воспитывали обучали а об воспитании обучения совершалось по книгам церковным в то время это часослов это псалтырь и он очень полюбил церковные книги ему нравилось читать жития святых священное писание он сторонился каких-то шумных игр со сверстниками больше предпочитал проводить время со взрослыми со старшими по возрасту вот умудряясь в беседах с ними ну да конечно поскольку он был все-таки такого вот боярского происхождения то его готовили к службе царевой да то есть его конечно обучали верховой езде его обучали военному ратному искусству обращению с оружием вот но душа его желала все-таки иного конечно у нас вот не так много сведений о ранних годах жизни святителя филиппа но вот ему 26 лет а он не женится еще юный федор да он не хочет жениться то есть видимо душа его стремилась уже к монашеству но он не мог высказать этого желания да он следовал воле родителей и отец представляет его великому князю василию третьему так что значит получается что федор калычев он уже там вот в самых высоких кругах как раз вот совсем недавно родился иван грозный да и он возрастал так сказать вот видя федора калычева и очень к нему благоволил еще будучи ребенком иван четвертый грозный есть даже такое мнение что федор он являлся одним из воспитателей маленького царя иоанна ну еще будущего царя да и вот значит через несколько лет умирает василий третий и тогда уже формально маленькие вот великий князь иоанн четвертый да но в реальности правит вдова почившего великого князя елена глинская и тут вот пошли некоторые такие не строения потому что не все люди любили елену глинскую воспринимали ее как значит и чужую и у нее был фаворит любимец князь телепнёв оболенский которого она выдвинула вперед и он очень так значит самонадеянно поступал до дерзко очень действовал и из-за этого возникает оппозиция и ряд видных людей во главе с андреем старецким решили произвести возмущение то есть назревал такой вот конфликт андрей старецкий он двинулся к великому новгороду ну видимо чтобы взять этот город в себе но телепнёв оболенский смог его опередить и на пути значит всех вот этих приверженцев и самого андрея старецкого выстраивают такой острог да заградительный и хотя он не был очень такой высокий всего лишь стены в человеческий рост но андрей старецкий проявил малодушие испугался и тут же сдался на милость победителем ему обещали что сохранят жизнь значит свободу но в итоге его посадили в заключение там вскоре умер а все его сподвижники подверглись очень жесткой опале и преследованием и тут вдруг оказалось что некоторые родственники федора калачева они тоже приняли участие вот в этом смятении и подверглись очень жестким наказанием в частности родной дядя федора он был подвергнут пыткам его заключили в темницу а трое его двоюродных дядей они были казнены и вот представьте братья и сестры что молодой федор калачев ему уже исполнилось 30 лет он сердцем своим не лежал к двору он видел там постоянно какие-то интриги какое-то вот лукавство противоборство партии и он не желал этого а тут еще и нависла угроза а и над ним самим и вот в таком тяжелом состоянии он направляется в храм молится и во время литургии он слышит слова евангелия это читал из дневной евангелия это лето 1537 года и он слышит что никто не может служить двум господам ибо либо одного будет любить а другого ненавидеть либо об одном будет заботиться а другом не родить не можете служить богу и мамоне конечно федор и раньше слышал эти слова но бывает такое вот что слова святого писания они вдруг звучат вот как личные к тебе обращения от господа бога как ответ на чаяние твоего сердца и федор воспринимает эти слова как явный призыв расстаться с двором земного ну царя правителя великого князя и служит только господу богу царю небесному и в тот же день он решает покинуть мир не сказав абсолютно никому ни слова и даже не известив своих родителей он переодевшись в одежду простолюдином и лишь поклонившись в приложившись к мощам святителей московских чудотворцев отправляется в путь на север потому что еще в детстве он слышал что где-то там вот на далеком севере среди вот очень такой суровой природы есть соловецкая обитель украшенный духовным подвигом и чтобы там вот процветает истинное благочестие ну и действительно когда при дворе происходит всевозможное безобразие а скоро ведь сам иван грозный вступит в полномочии при нем еще и не такое будет происходить то лучше удалиться куда-то значит в какую-то лесную глушь да или уйти на уединенный остров и там в молитве всецело обратиться к богу ну вот федор он и пошел он знал дорогу лишь примерно приблизительно и видимо сбившись с пути он выходит к равнине онежского озера там на берегу этого озера его повстречал крестьянин сидр суббота сидр то есть и сидр суббота фамильное прозвище и он оказал щедрый такой приют страннику он принял его к себе и федор ну видимо он очень устал вот от этих длительных переходов и нужно было немножко поправить свои силы а чтобы не зря вот вкушать хлеб такого щедрого хозяина то он решил трудиться у него и вот представьте что дворянин начинает выполнять простые значит крестьянские работы на земле да потом его сидр суббота направляет пасти его овец и вот в этих трудах федор он потихонечку укрепляется а когда стала приближаться осень и поскольку надо было все-таки спешить в советский монастырь потому что потом белое море она покроется просто вот ледами там очень тяжело будет туда проходить то он расстается очень благодарны с этим крестьянином отправляется в путь и в положенный срок прибывает соловецкую обитель надо сказать что вот соловецкий монастырь в то время он был деревянный весь не было каменных зданий это уже потом святитель филипп все это отстроит и вид нынешний это вот благодаря святителю филиппу а тогда вот когда приходит молодой феодор туда то там все очень скудно да все очень просто но зато а игумен обители игумен алексей он отличался искренним благочестием был такой вот добрый он очень радушно принял федора и сразу же принял его вот в послушники и направил его на разные послушания и вот трудился федор на самых разных очень тяжелых работах то есть копал землю носил камни ловил рыбу рубил дрова и для него ведь как для бывшего дворянина это могло показаться тяжелым но он себя не выдавал и мы знаем что свое происхождение он раскрыл в итоге только игумену и духовнику а прочие братья они не знали какого происхождения феодор и бывало так что некоторые ну такие более грубые простые монахи они его значит там то попрекали то толкали а иногда даже как бы его немножко приударяли поругивали его а он в это все воспринимал так вот со смирением скротостью и уже у него появляется удивительный опыт духовной жизни терпения смирения и любви и вот в таких искренних трудах проходит полтора года и его постригают монашество с именем филипп причем его наставника в монашеском постриге становится старец иона и он нашами он был учеником преподобного александра свирского вот на самом деле здесь уже такая удивительная связь значит преподобный александр через ученика иону и к святителю филиппу если бы на самом деле вот святого филиппа не призвали на метрополичную кафедру то он бы числился у нас среди преподобных соловецких отцов и может быть прославился было также как преподобный александр свирский вот как сергий радонежский впоследствии серафим саровский или иов почаевский потому что по своей душе конечно же святой филипп он всецело предлежал и принадлежал подвигу преподобных отцов и он очень много молился он любил такую вот усердную искреннюю сердечную молитву но продолжал трудиться как ему благословляли и игумен сначала его направил когда уже постриг он принял сначала в поварню трудиться а потом на хлебопекарню где пекли хлеб изготавливали просфоры и вот те кто знаком с этим трудом они понимают насколько это трудно потому что надо очень рано вставать замешивать тесто и месить его очень тяжело было там такие такой тяжелый физический труд прикладывать следить за всем процессом выпекания хлеба и вот святой филипп он настолько вот много трудился что когда уставал то он мог лечь отдохнуть ненадолго и голову свою склонял камню и этот камень на который он преклонял голову он долгое время хранился в соловецкой обители и вот еще известно такое древнее предание что именно святитель филипп он чудесным образом обрел икону божией матери к сожалению мы не знаем точно подробности этого обретения но знаем что он часто молился пресвятой богородицы и каким-то чудесным образом пресвятая богородица явила ему свою икону и эту икону в хлебне он все время ставил не очень далеко от печи когда вот заготавливал хлеба да и когда хлеба были уже испечены или просфоры то сначала он их клал вот перед образом божией матери а потом уже выдавал братья как благословленные хлеба благословленные или просфоры благословленные божией матери этот образ божией матери он получил название как хлебный или запечный и очень почитался в соловецком монастыре сохранились даже списки такие почитаемые чудотворные этой иконы божией матери надо сказать что святой филипп он очень много времени проводил и в келье у своего старца и он и шамина и напитывался его духовными наставлениями и однажды старец ему предсказал что он будет игуменом в соловецком монастыре а филипп он не желал славы и не желал вот этого значит статуса старшего чтобы принимать какое-то начальственное положение и он с благословения игумена алексии уходит отшельником в пустыню его душа она и желала вот этого уединенного такого делания вообще это такой классический путь преподобного отца когда сначала именно в монастыре святой угодник проходит духовное послушание выполняет все послушания которые на него возлагают терпит какие-то несправедливостью коризны со смирением и любит возрастает в любви к братьям но прежде всего конечно в любви к богу а затем уже ему благословляется перейти на более высокий духовный уровень и он уединяется или в какой-то вот келе да или в затворе или уходит отшельником в пустыню где в уединенном месте уже сосредоточившись на такой умно-сердечной молитве всецело обращается ко господу и вот святой филипп он именно взошел на этот духовный уровень и пребывал на нем но проходит вот несколько лет и призывает его игумен алексии и говорит что он уже состарился что силы его оскудели ему нужен помощник и филипп действительно становится при нем помощником ведь он когда-то конечно открыл ему свое происхождение игумен алексии прекрасно это понимал а ведь святой филиппу его еще с детства научили ведению хозяйства и у него были эти способности правильно значит вести хозяйство а значит он и в монастыре мог этим заниматься и игумен алексии это понимал ну сначала поставил его наблюдать за молодыми послушниками руководить ими а потом призывает его и говорит что ты знаешь вот я хочу именно тебе передать игуменство потому что я уже не справляюсь но святой филипп наотрез отказывается и тогда игумен призывает братью говорит им как есть что вот надо кого-то вместо меня поставить кого бы вы хотели избрать и все они говорят что конечно же мы хотим чтобы выбран был филипп воегумена ну и что ж тут он уже не конечно не может возражать да как благословите простите благословите вот это обычное такое монашеское слово монашеский ответ и несколько старцев вместе со святым филиппом направляют к новгородскому архиепископу феодосию почему так потому что соловецкий монастырь он относился к епархии новгородского архиепископа и вот когда они прибывают то сам филипп он постеснялся к зайти к архиепископа приходят старцы с посланием от игумена и говорят что вот нам мы просим нового поставить игумена потому что отец алексий он уже с трудом справляется и вот у нас есть такой вот хороший вот ставленник филипп и хвалит его а архиепископ говорит так а где же он сам то где же он сам находится оказывается он постеснялся войти и тогда его уже заводит вот и состоялась личная беседа когда беседовали то архиепископ увидел что действительно монах филипп он отличается всеми нужными качествами способностями он и образован да на счета он может вести хозяйство он прекрасно ладит с другими монахами и относится ко всем с уважением благоговение да и послушание и в том числе рассудительность вот что требуется не только для монаха но и для игумена чтобы было еще и рассуждение умение правильно решать все вопросы и тогда его рукополагает он во священный сан и назначают игумену это был 1548 год то есть святому филиппу 41 год в то время и вот они все вместе возвращаются и вот братья сестры не могу вот этим не поделиться как его встречали это очень необычно потому что устроили торжественную встречу и сам престарелый игумен алексей который вот еще не сложил свои полномочия да он лично выходит и торжественно встречает как вот нового настоятеля с искренней любовью то есть это вот что-то вот непонятно для нас потому что там не было никакой зависти да никакой ревности никакого стремления ну кому-то вот себе заполучить власть управление игуменское а тут вот какие-то непонятные нам искренне очень сердечные отношения и сам прежний игумен алексий он с огромной любовью встречает новопоставленного игумена и тут же его с радостью сопровождает в храм там зачитывают грамоту от архиепископа там совершается молебен возглашается и к тенья в том числе за здравие царя иоанна васильевича и после этого святому филиппу вручается игуменский жезл и братья возводит его на настоятельское место и тогда он произносит свое первое поучение наставление к братьям и он просит всем вместе совершить богослужение вот он служит там первую свою литургию и вся братья в этот день причастилась святых христовых тайн и это было духовное торжество всей соловецкой обители а дальше случилось вот что только-только приступил новопоставленный игумен филипп к своим полномочиям как вдруг он заметил что прежний игумен алексий окреп силами то есть недуги от него отступили и святой филипп настолько обрадовался этому что он упросил прежнего игумена алексия вернуться вернуться к своим полномочиям да ну представьте вот сейчас как многие люди мы не говорим про монастыри а вот когда они только заполучают какую-то власть где-то становятся руководителями они уже не хотят это отдавать не хотят этим делиться с кем-то а тут просто какие-то удивительные были сердечные друг другу отношения и святой филипп с радостью опять уступает полномочия старому прежнему игумену алексию который когда-то и принял его соловецкий монастырь вот и тот вновь руководит а сам святой филипп удаляется в пустынь свою она так и называется филиппова пустынь так вот в истории соловецкого монастыря и там прибывает постоянной молитве и приходит в монастырь только для причащения святых христовых тайн на праздничные богослужения и вот так прошло полтора года игумен алексии уже пришел в полное оскудение сил уже чувствует приближение своей кончины призывает к себе игумена филиппа и уже вот дает тому наставление и завещание чтобы он теперь уже окончательно становился игуменом да руководил братья и после всех вот этих благословений игумен алексии придает свою душу господу а святой филипп приступает хозяйственным работам а ведь еще за десять лет до этого монастырь погорел все постройки были деревянными и все погорел и с большим трудом все это восстанавливали и вот святой филипп он полностью переустраивает монастырь то есть он возводит гранитные стены он строит уже каменные такие вот строения да там даже двухэтажные трехэтажные здания два каменных больших собора успенский преображенский он занимается крупными работами а поскольку срез было не так много то святой филипп он вынужден был заниматься и такими вот экономическими вопросами ну тут надо сказать что монастырю были приписаны некоторые волости и там находились крестьяне и вот святой филипп их тоже привлекает к некоторым работам зато им он дает очень много привилегий и от царя были несудимые грамоты это грамоты которые означали что вот крестьяне монастырские они не подлежат государственному суду ну за исключением там грабеж скажем и убийство да а по всем остальным вопросам они подлежат суду монастырскому причем сам святой филипп относился крестьянам очень милостиво и он такое предписание сделал что во всех судах вот накрепко стоять за своих крестьян да особенно если они судятся там с чужаками не обижать чтобы оброки какие-то если с них берутся то все по справедливости если какие-то жалобы чтобы тут же могли обратиться к самому игумену то есть святому филиппу и он всегда принимал их сторону а над крестьянами ставились управители которые вот ну под четким игуменским надзором и таким образом вот святой филипп во всей своей огромной вот этой вот области где находились монастырские крестьяне и в том числе казаки там жили он старался наблюдать такой вот порядок чтобы все было по справедливости но правда вот тут надо что добавить что у него было такое постановление что среди всех вот этих крестьян и казаков строго-настрого запрещается винопитие нельзя распивать значит спиртные напитки и самим изготавливать вино и уж не знаю вот насколько это там воспринимали люди того времени но вот этот сухой закон он четко очень строго соблюдался а если кто-то не хотел этому следовать он должен был выйти из монастырских крестьян и вот удалиться куда-то в другое место и надо сказать что монастырь времен святого филиппа соловецкий монастырь он стал таким вот центром и культурным центром всего того ареала и хозяйственным центром они добывали железную руду они добывали соль вот много было солеварен там создано и царь он давал некоторые льготы чтобы не взимали налоги с этой соли кроме того святой филипп устроил на соловецких островах целую систему каналов которые соединяли разные озера более 50 озер были соединены друг с другом каналами и вот так же канал подводились к святому озеру со стороны с стороны от соловецкого монастыря и там была пресная вода которая употреблялась в пищу в обители и на некоторых каналах там располагались поставлены были мельницы и сама земля стала преображаться болота осушались и каким-то образом возделали землю так что даже там стали сажать сады и огороды и наверное это покажется чем-то невероятным но святой филипп проявил себя даже как изобретатель в частности там была создана какая-то самодвижущаяся телега которая сама загружалась сама ехала и сама разгружалась ну видимо какие-то рычаги конечно с управлением человека да но без лошади она ехала кроме того создал какой-то механизм который сам собой засыпал рожь а еще решеток который само собой просеивала ну там мекину всякую вот над мукой значит да то есть какие-то такие вот устройства которые даже просто вот описывали что вот эти простые монахи когда я житие составляла что эти механизмы делали все сами по себе и каким образом создавал это святой филипп уже трудно сказать потому что ничего не сохранилось но или господь его просвещал да или вот сам ум его настолько был тонкий настолько он глубоко вникал во все вот эти вот необходимые явления видимо в мир и что мог что-то конструировать ну как своего рода леонардо да винчи для своей эпохи и для своего места пусть это небольшой вот на на соловецких островах и вот так святой филипп трудился он увековечил память святых засимы и совати соловецких все что было с ними связано он находил старался это хранить и починил ризы святого засима и потом в этих ризах сам выходил на богослужение и так сложилась традиция что настоятель соловецкого монастыря он выходит в облачение именно святого засимы соловецкого и вот можно было подумать что жизнь соловецкого монастыря она настолько далека от москвы и от царского двора что уже никаких взаимосвязей вроде бы нет но на самом деле это не так на соловки ссылали в частности был сослан игумен троицы сергиев монастыря игумен артемий который был представителем течения нестяжателей но вкратце говоря это вот то духовное направление в русском монашестве которые считали что монахам нужно отказываться от любой собственности да и всецело сосредоточиться только вот на духовном подвиге избегая хозяйственных работ и не привлекая особенно вот этих вотчинных крестьян к работам вот и из-за того что возникло вот такое противостояние и осифляны нестяжатели то в конце концов привело к какому-то конфликту и нестяжатели их отвергли и вот игумен артемий который был очень благочестив сослали туда и велено было от царя велено святому филиппу чтобы он за ним наблюдал как-то вот наставлял а святой филипп с ним очень ласково и по-доброму беседовал потому что тот тоже был подвижник и буквально через какой-то год или даже в тот же год игумен артемий смог скрыться из соловецкого монастыря уехал в литву и там уже занимался просто духовно-просветительской работой это конечно могло повлечь гнев царя но как-то видимо не особо обратили на это внимание и потом еще через некоторое время сослали известного папа сильвестра одного из авторов и редактора домостроя вот помните то такое фундаментальное произведение эпохи ивана грозного о том как устраивать значит свой дом да по христианским обычаям согласно православной традиции и конечно прежде всего там богопочтение да вот если бог на первом месте то все остальное будет на своем и дальше уже вот как вести хозяйство как за домом как вот в семье себя с детьми правильно вести и вот одним из видных таких авторов был именно священник сильвестр вроде благовещенского собора настоятель и он входил в избранную раду который вокруг вот еще поначалу юного царя ивана грозного как наставники духовный при нем находились а потом он их всех просто напросто разогнал и вот этого папа сильвестра сослали и конечно же у святого филиппа были с ним беседы и сильвестра он принял потом там монашеский постриг он конечно же говорил о том как переменился нрав царя и она грозного и что происходит в городе москве и от этого много огорчался святой филипп кроме того мы знаем что святой филипп он выезжал на стоглавый собор в москву в 1551 году стоглавый собор который решал очень многие важные церковные вопросы того времени тоже он видел происходящее вернулся а потом через некоторое время уже достаточно продолжительное время вдруг приходит извещение приезжая значит гонец и требует чтобы игумен советского монастыря филипп ехал в москву к царю для духовного совета а для чего именно непонятно не сказано просто надо ехать а чего хотят от игумена не говорится незадолго до вызова в столицу святой филипп как раз посетил свою пустыньку он приходил туда для уединенной молитвы и вдруг в духовном видении ему было дано созерцать христа он увидел христа страждущего покрытого ранами в терновом венце готова взойти на голгоф а когда видение закончилось то там где стоял спаситель открылся родник потекла вода и святой филипп он обустроил этот вот святой источник и после этого как раз значит его приглашают тут он отправляется в москву и видимо это видение означало что и сам святой филипп призывается господом взойти на голгоф и вот приезжает святой филипп в москву его приглашают к царю и царь сажает его за обеденный стол и во время беседы рассказывая про то что вот какие не строения в государстве как все вот непросто царь говорит ему что хочет видеть его митрополитом и вот это вот предложение стать митрополитом оно не сулило ничего хорошего и основные противоречия не только у святой филиппа в других иерархов возникали из-за опричнины ну конечно вот братья сестры эта тема она для многих очень больная болезненной споры идут вот склоки до дискуссии царя тоже в каком-то смысле можно понять он в три года остался без отца он восемь лет потерял маму в 17 лет он остался без ближайшие родни и какое-то время он находился вот под опекой каких-то там от сановников и все время он видел какой-то вот ему ну или казалось ему что есть вот некое противостояние до что власть его сдерживают и когда вот 17 лет он становится царем да то он подумал что может теперь действовать полноправно и решать все вопросы сам а тут вдруг он видит что есть уже известные княжеские роды аристократы в цановнике высокого происхождения которые прочно чувствуют себя на своих местах и всюду вот это вот местничество да то есть сложившиеся уже родовые какие-то вот места которые занимают представители этих родов и он не чувствует себя полновластным царем правителем потому что все управление оно шло через среду вот этих этой аристократии тогда он вдруг пришел к какому-то выводу это в итоге оказалось ошибочным что надо создать какой-то вот свой особый круг ближайших помощников которые вот как всецело свои да а вот эти остальные они как бы не свои и вот так вот возникает опричнины как круг всецело свои для которых как бы и закон не писан потому что вот они вот царские они действуют от лица царя а все остальные это вот уже вот нечто вот такое вторичное и в государстве назрело разделение поэтому митрополиты которые были в то время они видели что несправедливость вершится да и опричники они зачастую но правда вот в ту эпоху они еще не настолько разгулялись но уже несправедливо вели себя к остальным людям могли что-то отнять что-то присвоить могли совершить какое-то преступление наказания не было и митрополит афанасий он в 1566 году сославшись на нездоровье слагает себя митрополичи полномочия сказал ну я вот не могу я болею я вынужден уйти он просто сослался чтобы устраниться от этого тогда царь предложил стать митрополитом святому герману казанскому святитель герман как раз в это время находился в москве и он в принципе не отказывался но он очень просил царя отказаться от опричнины и царь разгневался тем более вот приближенные царя наговорили ему на святого германа и тогда иван грозный даже сам лично не встречаясь со святым германом просил передать ему что вот ты еще не стал митрополитом а уже лишаешь меня свободы и тогда самого святого германа не только не возвели в митрополита а его самого лишили свободы и держали под наблюдением в городе москве но слава богу не казнили вот после этого уже решил он возвести святого филиппа игумена соловецкого монастыря и во время беседы говорит ему что вот вот хочу чтобы ты был и святой филип понимая что возражать конечно здесь трудно тоже стал говорить что происходящее сейчас неприемлемо потому что ведь опричники они отнимали лучшие наделы лучшие вотчины для того чтобы их вот наделить этими землями отнимались у других людей это было незаконно и получалось так что вот опричником вообще все да никакого суда над ними а люди ущемлялись и проливались горькие слезы и святой филипп об этом сказал но царь стал жестком отвечать что вот ты не лезь в эти вопросы это мои государевы дела и святой филипп тогда говорит что вот я нет не могу принять на себя метрополич и сан тогда насчет царь опять ему что-то говорил святой филипп возражает в конце концов царь сказал да замолчит и попросил чтобы он просто вот умолкай все и пригласил иерархов царь иван грозный он был очень импульсивный очень эмоциональный впадал в крайности иногда потом сам жалел об этом да но вот действовал очень эмоционально мог впасть в гнев и в гневе что-то совершить в общем он в данном случае пригласил других иерархов сказала чтобы убедили святого филиппа и попытались найти такой компромисс что святой филипп не будет вмешиваться в опричнину и в дворцовые домовые дела царя но сохранится право печалование то есть царь будет приходить в для совета некоего и святой филипп может печаловаться то есть ходатайствовать за осужденных за тех кого приговаривают к тем или иным мерам наказания но прежде всего казнем и кстати действительно вот когда святой филипп был поставлен то казни как-то вот не очень много происходило видимо слова святого филиппа и пример его жизни они как-то благотворно действовали на царя в то время и вот святой филипп был возведен в сан митрополита и приступил к своим делам и конечно это было возведение его на голгофу вот он рассматривал свое служение как ходатайство за народ еще когда по вызову царя он только-только ехал и соловков в москву то по пути новгородцы вышли к нему на встречу и взрослые там и мужчины женщины и дети вместе с ними и все они упрашивали святого филиппа быть ходатаем за них перед царем и говорили что мы слышали что царь гневается на нас у милостива его а царь иоанн грозный он отличался огромной подозрительности вот святой филипп старался как-то умиротворить его характер и первые месяцы вроде бы это удавалось не было стольких вот казни но в 1567 году случилась одна неприятная вещь были перехвачены письма от польского короля сигизмунда обращенный к московским боярам и польский король убеждал и призывал московских бояр перейти к нему на службу оставить московского царя и вот к нему переехать тут надо добавить что вот когда русь была удельны то переход боярина от одного удельного князя к другому это рассматриваться как что-то вот естественное ну собственно удельные князя они были все русские князя а тут уже ведь государство оформляется да как единое целое без удельных княжеств и какой-то вот там польский король значит зазывает себе московских бояр и как работало вот сознание ивана грозного раз он приглашает их к себе значит бояре виноваты значит так сказать вот он рассчитывает польский король на них то стало быть есть виновные среди московских бояр да высокопоставленных людей и царь велел опричникам своим навести порядок в городе москве а каким образом огнем и мечом и кровь полилась и люди гибли и мертвые лежали на улицах и зачастую страдали простые гражданские а бывало так что если казнили какого-то высокопоставленного то с ними казнили и слуг его и семьи их и детей их и москва она просто в ужасе замерла и кому обратиться чего ходатайство просить и конечно же все смотрели в сторону святого филиппа митрополита московского и он стал обращаться к царю он обращался к нему сначала в личных беседах не подействовал потом он пытался говорить с другими иерархами те все боялись и тогда святой филипп видимо настолько вот уже душа его была огорчена всем происходящим решил пойти на такой отчаянный шаг видимого внешнего противостояния грозному царю в марте 1568 года в неделю крестопоклонную святой филипп после богослужения это вот в соборном храме он напрямую обратился к царю державный царь ты наделен от бога самым высшим саном царскую властью по царской власти ты подобен богу а по природе ты подобен всем остальным людям и подлинный властитель тот кто владеет своими страстями а не подчиняется им и ты поставлен для того чтобы вершить правду а не служить лжи и вот святой филипп обличал его в тех несправедливостях которые он вершил посредством опричнины а царь вскипел ты же чернец зачем ты лезешь в мои царские дела да я чернец ответил святой филипп но милостью божия возведен в сан архипастыре и поэтому мой долг беспокоиться о спасении твоей души и всего народа ибо нельзя через молчание потакать греху и вот состоялась такая как бы перепалка даже своего рода дискуссия и царь после этого уже изменил свое отношение к святому филиппу и их личные отношения стали накаляться несправедливые казни продолжались и через некоторое время воскресный день когда святой филипп совершал в успенском соборе богослужение то царь вместе с опричниками вошел в храм в таких длинных черных кафтанах как бы даже рясах и в длинных черных колпаках после службы когда люди вот за благословением идут митрополита они все прошли вперед и святой филипп не смотрел в сторону царя а взор свой обращал к образу спасителя наконец один из бояр сказал владыка от тебя государь требует благословения и только тогда святитель филипп повернувшись к ивану грозному сказал не узнаю тебя в образе этом на что променял ты свою царскую порфиру и святой филипп напоминает ему что ты ведь от бога наделен царской порфирой чтобы вершить справедливый суд и ты ведь сам смертный человек и за дела свои ответишь пред богом мы здесь храме приносим бескровную жертву господу богу а за алтарем льется невинная кровь христианская и вот эти слова святого филиппа они еще больше раздражили царя он значит тоже что-то там отвечал да потом в гневе вышел и вот тогда уже стали собирать потихонечку обвинители против святого филиппа причем нашлись даже некоторые епископы которые поступали фактически как предатели хотя были в защиту его вот мы упоминали святого германа казанского он всегда выступал с теми же самыми словами что и святой филипп а вот к сожалению новый архиепископ новгородский пимин он сам хотел стать митрополитом вместо святого филиппа и он активно принимал участие в обвинениях против святого филиппа и что же тогда они сделали прежде всего они попытались его дискредитировать и они отыскали юного чтеца домовой метрополичи церкви которого уговорили ну или пригрозили ему чтобы он произнес вот как читаем и в житии гнусную клевету на святого филиппа и когда он это на суде открыто сказал то вот этот обвинитель пимин новгородский сказал вот обличает царя этот филипп а сам какие гнусности творит и в житии подробно не описывается но вот по самому тексту мы понимаем что а каких гнусностях идет речь когда вот обвинению высказывает вот этот юный чтец то есть понятно что пытались очернить святого филиппа приписывая ему некое вот нетрадиционные так сказать вот стремление но прошло небольшое время и этот юный чтец он сначала родным своим признался что оговорил святого митрополита а потом и самому святителю филиппу сказал об этом и просил прощение святой филипп искренне простил его и сказал чтобы он не отчаивался и молился господу после этого случая святой филипп покинул кремль и переехал жить в монастырь святого николая старого а тем временем ужасы опричнины продолжались и бывало так что когда убивали какого-то боярина разоряли всю его усадьбу уничтожали даже скот а жен увозили и святой филипп конечно молился думал как вразумить царя народ с надежды смотрел на святителя а царь неумолимо продолжал свою политику и вот в июле когда святой филипп совершал крестный ход по стенам новодевичьего монастыря и царь тоже присутствовал здесь он в то же самое время демонстрировал себя как достаточно благочестивого молитвенного человека и опричники с ним и во время крестного хода нужно было читать евангелие а перед этим святитель поворачиваясь должен был произнести мир всем и осенить всех благословением и вдруг святой филипп увидел что один из опричников стоит и на голове его маленькая татарская шапочка и святой филипп произнес тут же ну как бы некое обличение что положено перед словом божьим снимать шапку а не так как вот у агарян у неверных принято молиться с покрытыми головами и иван грозный услышав это обличение тут же повернул чтобы посмотреть кто такой кто так поступает но тут успел снять шапку то товарищи его не выдали этого опричника и царь пришел в ярость думая что святой филипп обманывает его и стал кричать лжец мошенник злодей возмутитель и вот с этого момента отношения между ними были уже совершенно полностью разорваны и тогда уже стали искать вот как бы его осудить а чтобы осудить нужно было найти ну какие-то вот факты до против него и направили особую комиссию в соловецкий монастырь и смогли убедить нового вот игумена тоже соловецкого поисия обещая ему епископское звание чтобы он он написал какие-то вот клеветы на святого филиппа ну также нашлось там еще несколько человек не очень достойных из монахов и они вот все приехали и в москве состоялся суд святой филипп понимая что никакой правды здесь не будет решил вот уже добровольно снимать себя епископский метрополичи облачение но царь его остановил сказал а ты чего сам себя что ли судишь это еще не лишен метрополичи метрополичи сана поэтому вот послужи еще службу на день архистратига михаила 8 ноября и святой филипп приезжает на службу в положенный день поются песнопение он молится и прямо во время божественной литургии врываются опричники во главе с любимцем царя алексеем басмановым и они словно хищные волки накидываются на метрополита сдирают с него богослужебное облачение метрополичи и одев на него драную монашескую рясу увозит его в богоявленский монастырь святой филипп был окончательно осужден его заковали в колоды и руки и ноги все это было в цепях и на грудь повесили тяжелые береги бросили в холодную темницу и обвинили его кстати в колдовстве это одно из было из обвинений и вообще писали так вот ну в житии было написано древним оно через 20 лет после кончины святого филиппа было составлено что хотели даже его сжечь обвиняя в колдовстве но иерархию просили все-таки проявить некую милость особенно за святого филиппа выступал святой герман казанский тот самый который тоже в проповедях не поддерживал вот эти действия царя и ну хорошо решили ему жизнь сохранить и бросили в эту темницу и не стали кормить и не кормили его целую неделю но он был приучен к посту и поэтому остался жив а когда пришли в темницу то увидели что руки ноги его освобождены атаков вот каким-то чудесным образом сообщили царю тот говорит ну это чары колдовские потом даже завели к нему медведя в его вот эту темницу но медведи бывают не такие злые как люди и медведи чувствую божью благодать становятся мирными животными когда сам иоанн грозный решил посмотреть что же там произошло вот иван грозный иногда любил наблюдать ну точнее регулярно любил наблюдать за казнями и когда он сам спустился то увидел что медведь спит в углу а святой филипп невредимый стоит на молитве вот братья сестры то что мы говорим это все реалии 16 века и конечно жестокость разных эпох она бывает разные но святость она всегда одна и та же это искренняя верность богу это кротость это смирение это любовь к богу и ближним и хотя сердце получает раны от людей до вот этих серьезные огорчения но и здесь человек вот он всецело доверившись богу он понимает что именно господь вот как на голгофу сам шел да то вот он ведет собой своих верных чат и сподобляет их особой славы а царь и опричники они пытались доставить все больше страданий святому узнику и вот стали казнить его родных десять родственников святого филиппа были казнены и среди них любимый племянник святого филиппа его сначала долго истязали а потом отрубили ему голову и царь велел зашить эту голову в кожаный мешок и отправить как бы вот ну в некий подарок такой злой дар до святому филиппу сказав вот это твой сродник твои чары не помогли ему святой филипп когда принял честную главу своего убиенного родственника то сказал блажен его же избрал и приял если господи и еще братья сестры вот понятно что все это может быть даже жутко слышать и здесь возникает вопрос о некой несправедливости да что как будет нет воздаяния и вот этого злоба как будто она безмерна но так только кажется это значит что здесь на земле невозможно действительно найти справедливость невозможно здесь обустроиться что как чтобы как бы был такой вот рай на земле и все твои самые светлые такие радужные надежды осуществились а господь призывает нас к небесному вечному царству и путь к нему через земные скорби страдания через колючки земных скорбей и господь каждого может вести через свои какие-то испытания и много несправедливости вот если мы начнем в них углубляться да то можно просто сойти с ума но если мы знаем что есть божий суд да и что есть господь над всем этим то мы понимаем что последнее слово остается именно за богом а все эти несправедливости они уйдут в прошлое все эти губители истязатели тоже отпадают и исчезнет даже память о них и святой филипп через вот такое доверие господу он сохранился и выстоял духовно его через небольшое время отправили в тверской отрочь монастырь где содержали его под строгим надзором в темнице и стражники относились к нему не милосердно а через какой-то год это 1569 год иван грозный со своим войском отправлялся на новгород ему казалось что вот новгородцы как-то против него вот мы говорили что новгородцы просили ходатайствовать святого филиппа чтобы какое-то снисхождением был было явлено ведь царь гневается на них но ничего не помогло и вот царь как раз ехал расправиться с новгородом и проезжали мимо тверского отроча монастыря и туда царь направил малюту скуратова якобы взять благословение у старца низложенного митрополита до святого филиппа и вот значит приходит малюта скуратов и известные приближенные царя допричник его до приходит и его запускают в темницу а еще за три дня до этого святой филипп уже предсказал что дни моей земной жизни сочтены и господь призывает меня в иной мир он причастился святых христовых тайн и приходит малюта скуратов как бы так вот просит благословения для ивана грозного чтобы пойти в новгород а святой филипп ему прямо говорит делай зачем пришел и не пытаясь льстивым словом получить благословение божие а дальше святой филипп стал молиться господу ну и тут малюта скуратов чтобы не особо так сказать вот разглагольствовать он уже приступил к своему делу взял подушку и задушил святого филиппа вот так он принял мученическую кончину святитель филипп священномученик перешел в иной мир а малюта скуратов выйдя тут же сказал что вот вы значит уморили старца он угорел вашей теле и потребовал чтобы его прямо тут же вот похоронили здесь вот в обители без положенного чина они не дожидаясь даже трех дней что и было выполнено потому что все боялись и прошло с тех пор 20 лет и люди вдруг стали понимать что умученный филипп это святой человек и вот как-то совесть сама стала подсказывать людям и мучители его давно уже все каждый понес по своим заслугам а тут вдруг как будто господь стал прояснять души людей и первыми прославили в лике святых угодника божия соловецкие монахи это уже правление было сына и ивана грозного царя федора иоанновича но кстати сам федор иоаннович он как местно чтимый святой в москве вместе со своей супругой ириной прославлены поэтому тоже эти вещи очень чувствовал и соловецкие монахи попросили чтобы обретено было тело святого филиппа и в тверской отроч монастырь отправились потому что царь конечно же разрешил и когда обретали то почувствовали благоухание от святых мощей угодника божии перенесли их перевезли в соловецкий монастырь и когда там поместили то тут же стали происходить чудеса и вот понимаете да человеческая несправедливость а зато газ это святой он такую получил благодать что уже может ходатайствовать за живущих на земле и люди получают чудесную помощь и понимают что вот есть царство божие на небе откуда не спосылается на милости но и туда и мы должны стремиться не к земной правде а к небесной правде чтобы мы освобождались от своих грехов и были вместе со святым филиппом вот один из рабочих крестьянских василий когда он трудился на лесоповале то дерево упало и придавило его его перенесли в монастырскую там больницу и вот три года три года он не мог подняться с постели конечно он молился и знал что святой филиппу теперь в обители и наступил праздник рождества христова все товарищи отправились в храм на службу а он пребывал на своей постели и вот он молился и вдруг видение является ему святитель филипп в облачении в ярком свете скадильницы в руках и говорит встань василий и будь здоров ибо господь подает тебе здравие и тут же видение закончилось и значит этот василий действительно поднялся видит что ноги у него все отлично все ходит и тут же поспешил на рождественскую службу а еще там же было чудо данное и романаху геронтию у него так разболелись зубы что он уже думал их вырвать но были специальные такие особые специалисты которые умели вырывать зубы лечить вот не так умели а и к тому же у него и ноги плохо двигались ну видимо престарелый был и он попросил своего сокелейника довести до гробницы святого филиппа да и когда тот его только подвел он приложился гробницы где покоилось тело святителя и тут же значит и зубы у него вылечились и ноги стали здоровы и он прославлял господа больше много людей на самом деле приходила и говорила что господь явил через святителя филиппа чудесаем например как-то вот прибыл серебряных дел мастер иоанн который вот в одном из приморских селений жил и рассказал что у него очень сильно болел живот и какая-то внутренняя болезнь которого сам не знал не понимал и он только вот молился господа и однажды вдруг видит в сонном видении является некий светоносный муж и на него этот серебряных дел мастер смотрит не понимает а тот ему отвечает я филипп митрополит что в соловках и после этого он его исцеляет и дарует ему здоровье и живот у него тут же прошел он почувствовал прилив сил и поспешил в соловецкую обитель чтобы рассказать про свое исцеление такие чудеса записывались и в общем конечно же это вот славу божию явленную через святого филиппа невозможно было удержать и проходит даже менее века в середине 17 века когда даже чуть раньше там когда вот царь алексей михайлович уже праве да и еще не патриарх никон до он новгородский еще был архиепископ никон это в его ведение было был соловецкий монастырь и уже возникла вот эта вот мысль всенародного почитания алексей михайлович он очень переживал из-за чего из-за того что он знал вот эту вот неправду случившуюся со святителем филиппом и он как-то вот каким-то образом относил это к себе хотя иван грозный не был напрямую его предком то есть да но все равно вот считал что как бы вот несправедливости эту надо решить и поэтому нужно вернуть мощи святителя филиппа в москву кстати в то же самое время решили перевести также мощи святителя иова святителя ермогена в успенский собор кремля в одно и то же время сразу трех святителей потому что святитель иов он пострадал от значит же дмитрия первого святитель ермоген от поляков ну и от тех предателей которые готовы были уступить интервентом а святитель филипп от неправды царя ивана грозного и вот архиепископ никон новгородский с москвы вот он отправляется вместе с разными там боярами высокими сановниками с игуменами на кораблях плыли в соловецкую обитель причем по пути даже буря там была и однако одна ладья разбилась и плывшие там утонули но все-таки достигли вот общее значит путешествие достигло соловецкой обители и там приняли мощи святого филиппа а принимая было прочитано еще и грамота от царя алексея михайловича и царь алексей михайлович выражал покаяние раскаяние за свое как он пишет прадеда но не напрямую прадеда но как бы предшественник его за прадеда царя иоанна 4 васильевича грозного что тот поступил так несправедливо и царь алексей михайлович умолял простить иоанна грозного святого филиппа и вернуться в царственный град москву соловецкие монахи настолько не хотели расставаться что плакали некоторые даже настолько рыдали что в изнеможении падали на землю но все-таки вот мощи приняли святого филиппа оставили только частицы мощей в соловецкой монастыре и потом прибыли обратно в москву а вообще вот царь алексей михайлович он отличался таким тоже благочестием очень любил святыни и вот он торжественно встречает мощи святителя филиппа московского вся москва наверное собралась такая торжественная процессия и везде моления молитвенные вот эти просьбы и конечно алексей михайлович вот сохранились его описание как все это происходило в письмах он это подробно описывал как допустим там же архиерей еще престарелый архиепископ варлаам который тоже участвовал в это и ему алексей михайлович говорит что ты вот уже стар зачем участвуешь а тут нет вот тоже хочу встретить святителя и вот все-таки думал превозмогая свою немощь дойти до мощей святителя филиппа но уже почувствовав вот слабость сил этот архиепископ варлаам он сел в кресло и почил то есть тут получается немножко необычная картина что когда плыли за святыми мощами одна ладья утонула здесь архиепископ отошел ко господу но понятно что на самом деле все души их они принимаются господом потому что и их желание было встретить святого филиппа и они своими душами расставшись со своими телами они конечно же встретили святого филиппа в небесном царстве где уже нет этих наших земных невзгод и царе алексей михайлович он описывает даже чудеса которые происходили что на лобном месте такое-то чудо да вот в таком на переулке такое чудо когда поставили мощи то такое чудо и он описывает что каждый день было по два-три чудо иногда по пять чудес в день потому что долго шла процессе останавливалась в разных местах один раз семь чудес было исцеление сразу вот за день вот то есть святой филипп он кому-то отверзал глаза да кто-то освобождался от немоты там-то вот бесновато исцелилась там еще такое-то страждущий и святой филипп он вернулся в успенский собор да в которой он был призван господом самим взойдя вот на эту голгофу и это возвращение тут как бы тоже такое как воскресение до подобное воскресению христову после голгофы наполнены страданиями то есть господь своих никогда не бросает не оставляет и даже если проводит через жизненные человеческие несправедливости все равно приобщает к удивительной своей вечной божественной небесной славе вот братья сестры таков святитель филипп наш любимый угодник божий который всецело был с народом ходатай печальник за свой народ пусть пред земным царем может быть не всегда получалось зато получается перед небесным царем поэтому мы обращаемся к святому филиппу чтобы он тоже не оставлял на своим благословением своим молитвенным ходатайством пред господом да поможет он нам во всех наших нужных святителю филиппе митрополите московский моли бога о нас внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео Видео